Тарасов 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 Я предлагаю первым компонентом считать теперь и главным компонентом – это современникам. Но воспитывать не только выдающегося игрока, а воспитывать личность. Музыка Знаменитая хоккейная школа ЦСКА. Если начать перечислять всех олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы, страны, воспитанных этой школой, не хватит экранного времени нашего фильма. А вот какими вырастут эти мальчишки, во многом зависит от того, будут ли их наставники прививать им главный принцип великого тренера Анатолия Тарасова – стать личностью. Ведь не секрет, что для того, чтобы что-то достичь и быть сильным, надо обязательно трудиться. Конечно, должен быть и какой-то талант, безусловно, и большая любовь к виду спорта, ну, в частности, к хоккею. Но все это будет мертво, если не будет большого труда. Да, действительно, вот молодость, я вспоминаю, в 16 лет, в 15 лет, я настолько тренировался сильно и упорно, что со льда меня чуть не выносили. Вот именно хоккей дал мне себя познать. Через хоккей я себя узнал. Я знаю, какой я, волевой или нет, хладнокровный или нет, чувство коллективизма, в коллективе, как я себя веду. Понимаете, вот именно хоккей раскрывает вот эти вот качества человека. Анатолий Тарасов был вынужден рано уйти из сборной страны ЦСКА. Но Тарасов тут же организовал свою собственную сборную, команду мальчишек знаменитого дома на Соколе, где он жил. Она сделана руками наших мальчишек. Мы взяли ее сломанную, мы ее отремонтировали. И я хочу попросить нашего играющего тренера, редактора нашего главного и помощника. Это тот Ваня, который пригласил тебя к нам, тебя к нам в команду. Я знаю, что, Машенька, ты не первая занимаешься хоккеем. Нам очень важно, чтобы среди вас, ребята, были девчонки. Это облагородит вас. Вы будете и причесываться всегда. Вы всегда будете одеваться хорошо. Вы всегда будете носы вытирать платком, а не локотком. Каждому подъехать и поздороваться с Машей. Справа у фланга, да? Формально жмем руку, да? Иван. Сколько кулыков, за то, что он не был у нас на тренировках? Десять. Десять. Давай. А мы посмотрим. Давай, 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 Алешенька, давай. И пяточек за то, что ты мне рост тренинг. А это, между прочим, внук Анатолия Владимировича, Алексей. Большое счастье работать с детьми. Но меня удивляет во всем этом воспитании. Идет разговор как будто бы о хоккейном воспитании. Но знаете, что здесь идет разговор о большем, о воспитании характера, о привитии абсолютной честности, доброте к товарищу, к другу, о умении вести себя в коллективе, быть дисциплинированным. В этом главном стороне стоят родители. Я недавно собрал родителей этих мальчишек. И им сказал, слушайте, это ваши дети. Вы мне ответьте, это ваши дети? Почему вы ни разу не приходите на нашу утреннюю тренировку? Мы два раза в день тренируемся. Никто не спросил, как мой Федька, как мой Васька тренируется? В чем нужна помощь? В обоим этого воспитания должны быть вы, родители. Сами родители. Сами родители говорят, мы очень заняты, нам некогда. Молодые не хотят. А пожилых хоккеистов почти нет. Самый такой ответственный ребят период. Подростковый возраст. Они приходят из школы и начинают лазить по крышам, по деревьям. И не ровно сейчас могли бы даже и начать курить где-нибудь. Сейчас они удивительно становятся дисциплинированные. Когда это можно было нашего Вовку, внука моего Орла, заставить заниматься физиологией? Никогда и ни за что бы его не заставить. А Тарасову заставили. Удивительно. А что летом, если часть тренировок, мы можем проводить за городом? Пойти в поход. Это хорошо. Вот самые лучшие, самые лучшие в поход на несколько дней. Какой принцип разжигания костра? Так, сколько спичек дается на разжигание костер? Одна. Одна. Вот классика-то. А вот для того, чтобы, Андрей, для того, чтобы с одной спички разжечь костер-то, доложи мне, что нужно сделать? Спиной к ветру встать. Ты что, папа? Правильно. А еще что? Надо, чтобы пламя шло. Надо положить бумагу и несколько мелких веточек. А потом ставить дрова. Ну, как разумеется, елок очень хорошо. И потом ставятся дрова колодцем или шалашком, чтобы их продувало ветром. Неважно, стали они чемпионами или нет. Важно то, что уже сегодня, благодаря Тарасову, они личности. Ну, посудите сами. Кому могло прийти в голову, кроме Тарасова, развивать хоккей с шайбой в солнечной Грузии? Причем Тарасов не просто помог создать команду. Тарасов договорился с тогдашним руководителем республики Эдуардом Шеварднадзе о том, чтобы мальчишкам предоставляли лед на единственном в то время в Тбилиси катке с искусственным льдом. Спасибо, ребята. Пожалуйста. Спасибо, мальчишки. Ну, я благодарен вам за встречу. Кто будет Харлановым? Я. А Рагулиным кто будет? Я. А кто Третьяк? Я. Мальчишки, а завтра тренировка у нас, да? Да, да. А все. Пусть не из коверик. А сейчас, что делать-то? А следует щит, да? Да. Так, а теперь, мальчишки. А теперь вот сюда все носухенько и подойдите. Ну-ка, покажи мне. Покажите мне стойку. Кто может на кистях взять? Стойку. Давай, стойку на кистях сделай. А что, давай. Разошлись на свои места. Стойку сделай. Ну, давай, ну как, да, давай. Ну, вот так. Останьте мной, будет таять до 10. Молодчина! Ты поднимешь, потому что у тебя характер есть. Понятно? Давай идти, да? Смелые ребята, грузины. Вы должны все уметь делать. Вы должны быть и вы будете умельцами. Я доволен вашей тренировкой. Ну что ж, стадион в Тбилиси переполнен. Это первый матч нынешнего сезона, который динамоцы проводят. Вот у себя в Тбилиси на стадионе Динамо. И давно, уже несколько дней, нет билетов на этот матч, интерес которому огромен. Кажется, совсем недавно они появились на улицах Тбилиси. Юные хоккеисты на роликовых коньках. И вызвали немало улыбок. Это еще не была команда. Было только название. Первая ласточка. Но был и огромный энтузиазм. Желание тренера Нодара Данадзе, в прошлом хоккеиста, доказать, не одним футболом может славиться грузинский спорт. А почему не должен развиваться хоккей? Разве этот хоккей дает ребятам радость? Скептиков нашлось очень много. И в республике нашей, и вообще. Я думаю, что эта игра, именно наша игра. Потому что в наших мальчишек я вижу столько темпераментов, столько страсти, сколько желания рваться к шайбе, что у меня не остается ни малейшее сомнение, что как раз сочетание атлетической темперамента, физической силы, ума, коллективности, и есть это у наших мальчишек. И вот первый успех. Первая ласточка допущена к участию в финале турнира «Золотая шайба». В середине соскочил ноготь. В середине соскочил ноготь. Но будут знать, в Грузии были пионеры хоккея. Уже будучи тяжело больным и прикованным костылям, которые Тарасов любовно называл «мои клюшки», Тарасов находил время для того, чтобы заниматься с детишками и юношами родного клуба ЦСКА. Где танцы? А где танцы? И еще один круг. Мне доверили сегодня провести с вами тренировку. Жаль, что я не знаю, кто вы, как вы учитесь, какие вы бойцы. Я здесь только знаю сына великого Харламова. Будешь похож на отца. Тот, знаешь, один мог обыгрывать канадцев. Вот какое было у него мастерство, какой был запас. Сегодня проводит урок легендарный, легендарный защитник нашего хоккея, Лисан Павлович Рагуля. Вот он он. Никому в мире не удавалось девять раз становиться сильнейшим в мире. Десять раз становиться сильнейшим в мире. Извини, Павлович, девять раз со мной. Трижды олимпийским чемпионом. Содержание и тренировки, которые составили тренеры у каждого шайбы. Будете смело кататься, смело кататься, маневрировать, вести шайбу. Будете делать сложную гимнастику. В том числе будем кувыркаться. Будем? А потом мы хотим вам дать новые упражнения, которые никто еще в мире не делает. Вы будете жонглировать клюшкой, обводить ее вокруг ног, вокруг туловища, и вокруг головы, и успевать вести шайбу. Это очень сложно. Третьяк уже в таком возрасте, верно, Павлович? Да. Он был самолюбивый. Он не обращал себя пропущенной шайбы, поэтому он стал великий. Вопросов нет. Бойцы у каждого по шайбе. Здесь катаемся, показываем фокусы, разные шайбы. Кислая физиономия. Почему кислая физиономия? Играть. Еще раз кувырки пошли. Да-да. Хорошо? Нет, будут из вас ворующиеся хоккеисты. И будут хорошие мужички. КОНЕЦ 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 К столетию хоккея с шайбой в США и Канаде была издана энциклопедия о канадском хоккее. Один из томов в ней целиком посвящен Анатолию Тарасову. Книга эта называется «Отец русского хоккея». Золотая шайба. Три с половиной миллиона участников. А сколько поклонников, болельщиков, считай, все мальчишечье братство. Сегодня они полноправные хозяева этого спортивного дворца. Сегодня большой хоккей маленьких хоккеистов. В конерской форме и судьи, и медицинский персонал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Девушки отдыхают Да, все здесь сегодня по-настоящему И потому, наверное, такими яркими кажутся впечатления А все чувства такими большими, неожиданными, неиспытанными прежде И боль, и радость, и горечь поражения, и счастье победы Такое бывает только в детстве и помнится всю жизнь Аплодисменты Аплодисменты Говорит заслуженный тренер СССР Константин Локтев Вообще я люблю этот турнир Люблю в чем? Из-за того, что здесь играют мальчишки Это люди, да, большие люди Хотя не мальчишки, но это большие люди Почему? Потому что они с большим желанием играют Не только с желанием, но с большим азартом И у них нет ничего, нет никакой фальши Спасибо Друзья, давай Вот так, выиграйте, поцелуй Видите сейчас? Посепенно игра приходит, потому что это надо душой играть самое главное Хоккей Без мужества, без душой, больше ничего не получится Товаря, гулите там, а что гулите Здравствуйте Дай, гей, 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 гей Давай, гей, гей Что делай Первый раз поцелуй от тренера Всегда ругай Во-во-во-во-во-во четко А что я делаю? Ч-о такое? Подумаешь, это грани? Он убивает Глазный моют Да хватит Выходит Я твою игру, и он зашиблится Всего тебе под раненую густом Туда-сюда, туда-сюда, на тебе в Гол Сменися тогда Раз больно, сми, низ подойди Другой выйдет, будет играть А ты там бегаешь по площадке, как подраненная утка И нет туда, и не сюда. Самая настоящая девчонка. Шпупай тут крючечкой, она и съешься. Зашибли, он бедняжный. Хоккей, зачем тогда пришел в хоккей-то играть? Зашибли, он бедняжный. Зашибли, он бедняжный. Вы будете инженерами, вы будете летчиками, вы будете космонавтами, вы будете прекрасными производственниками. Это мы точно знаем. И вы будете вечно помнить, что вам путевку в жизнь, чтобы быть сильным и дружным, дала золотая шайба. Все еще впереди, все еще впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok